Давайте мы вспомним сначала, для чего мы вообще сюда собираемся, для чего мы собираемся на наше собрание, какая наша основная цель? Изучение Библии. Изучение Библии, Библия Божье Слово. А зачем оно нам нужно? Зачем мы изучаем его? Применять в жизни. Применять в жизни. А что именно самое главное мы должны применить в этой жизни? Что именно Бог хочет от нас? Поклонение Его законам и любовь к Нему. Поклонение Его заповедям и любовь к Нему. Любовь к Нему это и есть главная заповедь. То есть любовь к Нему и любовь к ближнему, как к самому себе. Мы сюда собираемся для того, чтобы научиться любить друг друга и любить Бога. Это наша основная цель. Если между нами нет любви, или у нас нет любви ни к Богу, ни к Его Слову, значит мы что-то христианство не понимаем вообще. То есть можно еще больше молиться, еще больше изучать, чтобы Божье Слово изменило наши отвердевшие сердца. Давайте также вспомним, что мы проходили на прошлых уроках. Потому что у нас света не было с нами, люди не было с нами на некоторых уроках. Давайте я кратенько так напомню. Причи? Да. То есть наша тема – притчи Иисуса Христа. По-моему, здесь нет. Есть там притчи Иисуса Христа. Точно так и говорят. Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы сегодня будем по ней заниматься. Итак, первый самый урок, который мы проходили, мы изучали о том, что Бог говорит к людям на специальном языке, языке притчи. Наша ключевая мысль первого урока была именно это. Бог говорит на специальном языке притчи. И этот язык притчи, он несет в себя одну особенность, одну очень важную. Он скрывает тайны Божьего Царства. Евангелие от Матфея, 13 глава, 34 по 35 стихи. Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, из реку сокровенное от создания мира. То есть что-то от создания мира скрыто, и оно выражается Богом в притчах. Мы проходили о том, что ученики подошли к Иисусу Христу и спросили, ну почему не говорить прямо? Да? Кто помнит, что Иисус ответил на это? Потому что не созрели еще, чтобы говорить прямо. Просто мы не созрели, чтобы понять. Мы не созрели, чтобы понять. Или желание не такое, чтобы... Почему остались только ученики его, которые задавали вопросы, хотели все-таки понять. А кто ничего не понял, эти аллегории, эти сравнения, кусты, козлы, и так повернулись и ушли. Да, ну давай немножечко мы уточним. То есть Иисус сказал, что одним дано понять тайны Царствия Божьей, а другим не дано. То есть Божий план в этом. Это не просто так, что мы такие плохие, или они такие плохие, или мы такие хорошие, наоборот. Не суть. Суть в том, что Бог так устроил мир, что одним дано, а другим не дано. Одни будут интересоваться, у одних сердце откроется для того, чтобы интересоваться и познавать тайны Божьего Царства. Другие же довольствуются поверхностным каким-то этим пониманием. Они послушали пара агрономов, они послушали про зерна, про всякие колючки, про сорняки и разошлись. Еще о чем говорил Иисус Христос? В реальности никто не понял. Да. То есть кому дано? Иисус сказал, ваши же очи блаженны, да, ваши уши блаженны. В какой момент? Когда они обратились к самому Иисусу Христу? С простым вопросом, что означает эта притча. Они признали, что они не поняли ничего. Это очень важно, признаваться, что ты не понял, что ты не знаешь. Иисус Христос, Божье Слово, толкует притчу. Вывод. Мы должны быть учениками Христа. Мы должны обращаться к Божьему Слову за толкованием притчи. Второй урок. Мы прошли первую притчу, которая встречается в Четверой Евангелии. Притчу о Сеятеле. Это из Евангелия от Матфея, 13 главы. Ключевая мысль этой притчи. Кто знает главная идея притчи? Главная идея притчи? Да. Суть. В чем суть притчи? Что хотел сказать Иисус Христос? О хорошей почве, плохой почве. О том, что почва бывает разная. То есть основная мысль, что Божье Слово, оно сеется в разные сердца людей. Мы поняли тогда, что Земля – это сердца людей, да? В разные-разные сердца людей сеется одно и то же Божье Слово. И результат вот этого посева, он разный. В некоторых сердцах это Слово никогда не прорастет. В некоторых оно прорастет, но ненадолго. И только лишь некоторые дадут плод. И причем плод у каждого будет разный. Не так, что все должны одно и то же сделать. Кому-то побольше, кому-то поменьше, кому-то совсем много. Но самое главное, что доброй Землей названо то, где, во-первых, Божье Слово принимается, из сердца из которого вырастают плоды, и чтобы эти плоды были в принципе вообще. То есть это вот наша ключевая мысль этой притчи. И вывод, что мы должны стремиться быть вот такой вот доброй Землей, податливой Землей, мягкой, неутоптанной Землей. То есть мы должны знать также наших духовных противников. Какие наши духовные противники? Во-первых, неверие. Твердая Земля, утоптанная, как у дороги, в которую не попадает семя, по которому уже сто раз прошлись, кому только не лень. Они это либо неверие, либо вера в какие-то лжи и идеологии. Слабая, неукоренившаяся вера, та, которая вроде как проникла, но тяжелое чуть-чуть испытание, чуть-чуть как бы... Мы знаем, что вся христианская жизнь это испытание нашей веры. Мы проходили послание Акова подробно об этом. То есть при малейших же испытаниях наша вера вянет, она не дает плодов. Человек отпадает, человек поступает как заведено в мире, а не как заведено, никак хочет в него Бог. И заботы века сего, да, то есть тоже... Это, мне кажется, самое большое. Заботы века сего, может быть, это самое большое здесь в Америке, но это не во всех контекстах, не во всех странах так. Здесь люди особенно сильно сфокусированы на своих деньгах, на своих долгах, на своих вещах, на своих... Когда у тебя мало, тебе не надо фокусироваться. Это просто культурный фон. То есть это общекультурный вот такой... То есть смотри, сама по себе идеология капиталистическая – это культура. Этот человек не обязательно должен так жить. Мы знаем, что есть страны, которые живут совершенно другими идеологиями. Есть в Африке страны, для которых капитализм, они вообще знать не знают, что это такое. Но забота мира сего – это не только забота о деньгах, это просто каждодневные заботы... Суета, да. Это выполнение определенных обязательств, обязательств, работы. Вот как, например, допустим, мама, то ей на даче надо то копать, то сажать, то там что-то еще делать. И вот она постоянно в этой суете, что нету времени... Я говорю, ты в Библию сядь, открытся, не некогда, не некогда. Сфокусироваться на вечном такие заботы не дают. Они заботы века сего. То есть они заботы о чем-то временном, о чем-то таком, что от него не будет какой-то долгосрочного плода, долгосрочный перспектив. То есть человек, он вообще устроен так, что он имеет тенденцию не видеть дальше своего носа. Вот он видит сиюминутную выгоду, он поступает соответственно с этим. Он видит, что она сиюминутная, вот в данный момент, мне кажется, вот это решение правильное. Он поступает так, он не видит наперед. Бог смотрит наоборот на все с позиции вечности. Его слово, оно нас ориентирует именно вот на этот взгляд. Для того, чтобы мы каждое наше движение, каждое наше действие оценивали с позиции вечности, какой плод это дело принесет в вечности. И мы знаем о том, что любое действие, сделанное по Божьему Слову, оно имеет последствия, ведущие в вечность, позитивные последствия причем. Причем так же, что все то, что не будет сделано по Божьему Слову, оно рано или поздно исчезнет. Но рано или поздно истлеет, от него ничего не останется. Кроме осуждения. Осуждение останется. На вечном. Мы должны понимать, что забота века сего, наша слабая неукоренившаяся вера, либо вообще неверия, либо вера в какие-то лжи и идеологии, это наши духовные враги. Мы находимся в духовной борьбе. Это у каждого из нас будет постоянное сопротивление этому. То есть мы будем в себе вот это вот чувствовать, вот эту вот борьбу. Вывод. Мы должны быть доброй землей, сердце должно быть мягким, принимать Божье Слово, плод делать, плод нашей веры. Наш плод веры – это святость. Божье Слово призывает нас к святости, к послушанию, к исполнению Божьей заповеди. Третий урок у нас был в прошлый раз, это... Кто помнит? Следующая стихи. Следующая притча о чем? О сорняках. О сорняках и пшенице, да, или озерных и плевелах, да, плевел и сорняки. Какая ключевая мысль притчи? Не суди. Что не настало время суда, что человек не должен судить, да? То есть, с чего начинается? Бог основал мир по Божьему Слову, Бог послал в мир Божье Слово в плоти Иисуса Христа, это семя вот этого позитивное, семя истины, семя любви, посажено в мир, и по идее мы, как христиане, мы таки ожидаем, что должно же быть все хорошо, Бог же основал, ну почему вот столько проблем, ну почему столько зла, почему в церкви происходят такие, как бы, эти проблемы, да? То есть, не каждый из тех, кто находится среди нас, он реально сын царства Божьего. Есть сыны Лукавого, оказывается, Лукавый насадил свои семена, свое слово, свою ложь какие-то, мы читали, что это соблазны какие-то или какие-то лжеидеологии. И при этом у христианина есть такой ропот немножечко, может быть, на Бога, то есть, ну, господин, ну разве ты не хорошее семя селил? Почему мир вот так вот работает? Господин отвечает, что враг мой сделал это, дьявол насеял вот этих вот семян, но это не ваша задача сейчас устраивать эту войнушку, не ваша задача судить других, не ваша задача отделять зерна от плевел. И не сейчас наступило время, то есть, не сейчас время суда. Он говорит, наступит день, когда жатва поспеет, день с жатвой придет, и я пошлю ангелов моих, да, то есть, моих жнецов, которые уже и разделят зерна от плевел, одно сожгут, а другое оставят в житнице Божьем Царстве. Да, и там был еще главный момент, что именно Господин это сделает, а не кто-то другой. Да, что суд весь, он находится у Бога, он не находится в руках человека. Человеческий суд не может быть правильным. До тех пор, пока мы не полностью являемся такими же, как Иисус Христос, до тех пор, пока не произошло вот это вот коренное изменение, которое Библия нам обещает в книге Откровений, да, когда мы станем все как одно, все как он, полностью состоящее будет наше сознание из истинных, до этих пор мы не можем различать зерна от плевел. Господин говорит, чтобы вы не повыдергивали случайно, вместе там с плевелом пшеницы не повредили, поэтому вы сейчас, ребята, ждите, пока наступит день жатвы, а там я разберусь. Мы не судим другого. Яков приводил несколько доводов в пользу как бы там другого, но это к этому не относится. Иисус четко учил не судить, и как бы каким судом. Наш суд должен быть милостив по отношению к другим людям. Сегодня наш четвертый урок получается по притчам, и сегодня мы разберем сразу две притчи, потому что они очень маленькие и короткие, и в принципе говорят об одном и том же и примерно одними и теми же словами. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. Это наша следующая притча. 13, 31 и 32. Будем читать по очереди, ты сам прочитаешь? Нет, я думаю, Ирина, ты прочитаешь. Все что ли? Да. С 31 по какой? По 32. Иную притчу предложил он им, говоря, царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле свое, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех златок, и становится деревом, так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях неба. Первое, что мы слышим отсюда, это то, что в притче, опять же, объясняется нам, что такое Божье царство, что такое царство небесное. Оно называется царством небесным в Евангелии от Матфея, оно называется Божьим царством в Евангелии от Марка. Есть та же самая притча, я вам все тексты прочитаю на всякий случай. Евангелие от Марка, 4 глава. Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в земле, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, сходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви так, что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И Евангелие от Луки, 13 глава. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Один и тот же смысл, примерно похожими словами. Как вы думаете, в чем ключевая мысль вот этой притчи? Потому что не всегда надо на размеры смотреть. Потому что наоборот, царство небесное огромное. А какой размер вот у него? Ну, размер все такой маленький, кажется, оно может принести такой большой плод. Что как бы не все, что я видела... Что царство небесное? Оно, когда сеется, оно очень маленькое. А когда вырастает, оно становится больше всех. То, что мы не можем видеть. Мы не можем видеть сразу, да. То есть мы смотрим на какое-нибудь семечко, да, горчичное, думаем, ну, что там выросли. Вы знаете, что горчица вырастает в высоту до 4 метров. То есть это очень прилично. Особенно для Израиля, где все деревья очень маленькие, коротенькие. То есть это отличная высота. Ну, во всяком случае, это точно выше всех злаков. Я тоже не знала. То есть мы, когда сеем, мы не видим сразу вот этой вот всей большой славы, да? То есть... Или мы когда видим, что вот здесь вот где-то вот царство небесное, оно посеет. Ну, еще очень маленькое. Как Бог насадил эту божьую царство? Каким образом? Что являлось вот этим семьям? Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье было посеяно. Сначала Слово Божье пришло всего лишь в одном человеке, который родился младенцем где-то там в хлеву у совершенно бедных, ничего не значащих родителей, у которых вся репутация там не пойми как, да? Если бы они там начали рассказывать про зачатие от Духа Святого и всякое такое. То есть оно было ничто. То есть вот этот маленький такой младенец, да? Вот в нем, внутри него, был Дух Святой. Божье Царство. Мы понимаем, да? Что когда мы говорим о Божьем Царстве, вы помните эти стихи, что Божье Царство, оно... Это не физическое какое-то место, или оно не придет когда-то вот так вот видимым образом. Помните эти стихи? Иисус говорит, что не придет Божье Царство видимым образом, ибо вот оно внутрь вас есть. Божье Царство – это духовное место. Это то место, где живет Бог. Где Бог – Царь. Сейчас вот мы живем в Соединенных Штатах Америки. Это наше Царство. Кто в нашем Царстве Царь? Обама. Обама, да. В Божьем Царстве Царь – Бог. А еще точнее, если мы будем говорить, Царь – Божье Слово. Потому что Божье Слово, оно и законодатель, оно и судья, оно и исполнитель приговора. То есть, вот эти все три основные функции власти выполняет именно Иисус Христос. Понимаете, да? Вот это вот Божье Царство. Божье Царство, оно может прийти внутрь одного человека. Оно может прийти внутрь нескольких людей. Оно может прийти внутрь тысяч, миллионов и миллиардов людей. И говорится о том, что когда-то это Божье Царство станет очень большим. Несмотря на то, что оно пришло на землю очень маленьким, подобно маленькому самому горчичному зерну, вроде как ничего не значащему, мы видим, что сейчас христианство, вот это вот учение Иисуса Христа с одного маленького человека выросло и растет, продолжает расти. И этот кровь не остановить. Иисус Христос сказал, что врата ада никогда не одолеют Церковь. То есть когда-то вот это вот Царство, которое внутрь нас сеется, оно разрастется до таких размеров, что станет больше всех злаков, да? И написано, что птицы даже небесные смогут укрыться в ветвях него, да? Кто эти птицы небесные? Может быть, ангелы. У нас нету точного толкования. Может быть, это мы, наши духи какие-то, или что-то. Но мы знаем из предыдущих притч, что образ вот этой вот солнечной жары, вы помните, в притче осеет, когда взошло солнце, и зерно увяло. То есть солнечный жар – это всегда символ испытаний. То есть в тени вот этого вот Божьего Царства мы сможем укрыться, мы сможем отдохнуть. Мне кажется, это символ покоя. То есть Бог говорил много раз, что если вы там будете так себя вести, вы не попадете в покой мой. То есть есть определенное место покоя, где Царь – Бог, где все правильно, где уже нету лжи, где обитает правда, где нет зла, обитает любовь и так далее и тому подобное. Мне кажется, это место покоя вот этим вот птицам небесным, то есть может быть ангелом, нашим ангелом, я не знаю, духом нашим, неважно. Но это наше место покоя самое главное. То есть именно там мы сможем укрыться от всех испытаний найти покой. Каким образом? Давайте еще раз, образы мы разберем кратенько, да? То есть у нас первый образ, который в притче встречается – горчичное зерно. Мы разобрали, что это есть Божье Слово, да? Сам Иисус Христос, который пока что маленький. Каждого человека, когда Божье Слово проникает, кажется, что оно чуть-чуть всего, оно незначительно, где-то что-то человек из Божьего Слова услышал. Но даже внутри одного человека бывают такие сильные изменения, которые его жизнь меняет полностью, переворачиваясь головой на ноги, как ничто другое. То есть это реальный плод, плод веры. Мы знаем, что зерно горчичное также используется в Библии несколько раз, как символ веры. То есть Иисус говорил, если в вашей вере зерно горчичное, то вы там сможете Егору переставлять, да? Или скажете вот этой вот смоковнице извергнись и в море. То есть это еще и символ веры, символ веры в Божье Слово, да? То есть принятое вот это вот семя. Человек, который посеял Божий Сарстон, понимает, что это Бог, потому что это его Сарстон, это его семя. Посеял, сказал, послал, Иисус Христос наш посланник, да? Поле. Мы проходили в притче о плевелах, о том, что поле Бог называет наш мир, да? То есть мы и есть его поле. Наш мир есть поле. Вот Бог сеет семя туда. Как вы думаете, что в этой притче означают злаки? То есть вот эти вот прочие злаки, да? То есть больше которых становится горчичное семя. В смысле, горчичное семя это стало? Да, горчичное семя, оно сеется на поле вместе с другими какими-то злаками. Из него вырастает самое большое такое дерево, которое больше всех злаков. Ну, ты знаешь, что-то оппозиционное. Если это доброе, то... Мы знаем из прошлой притчи, что сеются в мир разные семена. И не каждое семя доброе. Но мы знаем, что в данной конкретной притче, несмотря на то, что в поле сеются разные-разные семена, вырастет рано или поздно самое большое дерево. Вот это вот дерево, царство, которое основано на Божьем слове. Все прочие идеологии, которые существуют в мире, они могут сейчас казаться большими. Но мы знаем, что рано или поздно ничто не сравнится с размерами, скажем так, и славы Божьего Царства. Помните, мы когда проходили книгу Даниила, было тоже очень... Мы проходили разбор одного видения, толкование, вернее, сна о том, что маленький камушек спадет с горы, ударит в огромного истукана, да, истукан рассыпется, а этот камень превратится в гору, который покроет всю землю. Помните, да? Маленький камушек, без участия написано было, что человеческого участия. Он вот этот вот... Истукан, который люди строят, вот эти вот царства, которые люди... Мы уже разбирали тогда, что этот истукан, это там 4-5 царств, да, что он разрушит все эти царства, упразднит полностью, да, и будет запомнить его царство всю землю. Хорошо. Давайте мы прочитаем следующую притчу, потому что она очень похожа, мы ее попытаемся тоже разобрать. Не примерно тот же самый смысл, но немножечко нам с другой стороны его раскрывающий. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея. Это у нас 13 глава, 33 стих. Прочитаешь, Свет? Иную притчу сказала она. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. Очень короткая притча. Здесь у нас всего-навсего есть 4 образа. Закваска, женщина, три меры муки и сам процесс вскисания, да? Давайте запишем и попробуем разобрать. Закваска, женщина, мука. Причем мы видим, что здесь написано три меры, да, то есть много муки. И, скажем так, вскисание, процесс брожения, да? Помните вы еще где-нибудь в Библии употребления слова закваска? Закваска. Закваска. Закваска бывает разная. Но что интересное, какое качество есть у закваски? Что Иисус сказал? Берегитесь фарисейской закваски, да? Ну, потому что ее не много, но она из действия распространяется на большое количество. Не просто на большое количество, а там сказано, квасит все тесто. Малое количество закваски квасит все тесто. То есть закваска – это, очевидно, какая-то идеология. Когда в осуждении про фарисеев это было лицемерие, да? То лицемерие, которое фарисеи как бы на словах, а не Бога прославляли, а внутри как бы заповеди никто не собирался особо соблюдать. В данной же притче, как вы думаете, закваска чего? То есть о какой закваске идет речь? Мы понимаем, что Царство Небесное подобно, да? То есть закваске подобно. То есть закваска – это и есть какое-то семя этого Небесного Царства. То же самое слово, то же самое семя, то же самое, самый Иисус Христос, который оказался закваской, который заквасил вот это вот все христианское движение. Закваска. Давайте напишем. Слово. Женщина в данном случае. Иисус Христос. Тот, кто. Кто заквасил. Ну здесь сравнивается с женщиной, потому что женщины пекут как бы там, да, хлеб там и все, что-то проще. То есть мы понимаем, кто положил закваску в мир. Иисус. Бог. Бог. Да. Бог послал свое слово. Куда послал? Кто дает какая мука? Мир, мука – это мир. Мир, мы, все люди. Мы все, да. Мир. Люди. Чтобы мы не думали, что мир просто там какие-то нянгарские людопады. Не такой мир. Мир в первую очередь люди. Процесс вискисания – это возрастание веры. Да, то есть должно как бы укоренение, рост вот этого и тому подобное. То есть вискисание, скажем так, духовный рост. Скажите, происходит подобный же процесс с нами в каждом в отдельности? То есть посмотрите. Должен после твоих очков. В каком-то... Наташа. В какой-то момент Бог, не кто-то другой, Бог посылает Божье Слово. Если я говорю Божье Слово, во мне говорит Иисус Христос. Нужно понимать, что это не Вадим говорит. Потому что у Вадима есть какие-то свои идеи, от которых он отказался 17 августа, несколько лет назад. Бог послал Божье Слово. Слово попадает в муку. В нас. И начинается вот этот вот процесс. Здесь, мне кажется, вот конкретно в этой притче больше идет речь, конечно, в общем-то о мире. Это не ту закваску, когда кладешь. Парисем, ты по-идейской. Да, это женщина, она знает, как готовить, поверь. То есть мы знаем, что есть пророчество. Давайте мы прочитаем. Павел, 1 Коринфянам, 15 глава, 24 стиха я читаю. Ибо ему, кому? Иисусу Христу, да? Надлежит царство, доколе не зложит всех врагов своих под ноги своей. То есть рано или поздно все враги Иисуса Христа, все лжеидеологии. Потому что враг Иисуса Христа это ложь. Потому что Иисус Христос это истина. Все враги, вся ложь, которая существует в мире, она будет положена под ноги. 28 стих говорит, когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все и во всем. То есть Иисус Христос, он покорится и самому Богу Отцу. И наступит вот это вот Божье Царство. Абсолютное единство нас с Богом. Понимаете? Написано, упразднит все начальства и власти. Мы знаем, что сейчас на этом, в этом мире, есть духи злобы поднебесные, начальства и власти. Мы знаем, что князь есть у этого мира, князь тьмы. Пока что еще весь мир не покорен Божьим условиям. Мы когда молимся молитве, Илья Ивановича, мы говорим, да будет... А он просто сейчас молится за тех, кто еще не покорен. Он не может подпридти к Богу, пока все не покорятся ему, а потом он уже покорится. Иисус Христос. Как бы отчет сделает, что он все сделал правильно. Смотри, что Библия говорит, да, о том, где сейчас Иисус Христос? По правой руке. По деснуя Бога, да. Да коли не положу всех врагов твоих под ноги твоих. То есть Бог, Бог Отец, полагает всех врагов под ноги Иисуса Христа. То есть Иисус Христос, Он уже выполнил свою миссию здесь, на земле, когда Он был одним человеком. И Он выполняет ее сейчас, будучи церковью, будучи телом. Понимаете, да? Рано или поздно весь мир будет покорен под власть Божьего Слова. И тогда само Божье Слово смирится перед Богом и наступит это Божье Царство. Сейчас пока что мы знаем, что существует царство, существуют власти. Есть власть, например, президента Барака Обана. Есть власть, я не знаю, там, американского доллара и там ФРС. Есть власть, там, каких-нибудь лжеучителей, понимаешь, здесь, которым поколесят. Очень много разных духов и разных властей. И написано, Павел говорит, что у нас сейчас происходит духовная борьба, духовная битва против духов злобы. Не против плоти какой-то, а против вот этих вот самых духов. Против лжеучителей, лжеучителей, против лжи, в общем-то. Раз у нас есть духовная борьба, значит, получается, что еще не все покорено под ноги его. Поэтому пока что мы еще, мы не живем еще в Божьем Царстве. Мы живем в каком-то подобии нашей Церкви, это подобие Божьего Царства. Нам написано, что дан залог Духа Святого. Но, к сожалению, наш Дух до конца еще не покорен Духу Святого. Это у нас лишь залог. Когда-то написано о том, что мы станем полностью праведными, подобными Ему. Будем в таком же славном теле, как Он, да? То есть, подобным Ему. Это не сейчас момент. Хотя на небе Иисус Христос, Он уже прославился. Вы помните молитву очень нашу, мы говорим, да пребудет Царствие Твое и на земле, как на небе. То есть, на небе ты уже Божье Царство, а Сатана ты сброшен на землю. А здесь, как бы, пока что еще Божье Царство не наступило. Наши молитвы на то, чтобы оно рано или поздно наступило и здесь. Эдемский сад, он где построен? Идея должен быть на земле? Это мне, кстати, Эмили спросила. Я говорю, он в раю, а она нет. Он должен быть на земле, он там же будет. Вот я confused, как бы, где это? Наташа, давай, я предлагаю. Во-первых, у нас было занятие на эту тему, мы разбирали подробно вторую, третью главы Бытия. Мы это потом, после занятия, обсудим, чтобы просто оттенеть. Да. Итак. Такваска, женщина, мука, процесс скисания. Чему подобно? Подобно вот такому вот росту Божьего Царства. То есть, оно начинается с малого, но вырастает в самое-самое большое. Это должно бы хреблять нашу веру, потому что мы знаем, что рано или поздно все то, что сейчас кажется большим, по сравнению с Божьим Царством, оно будет ничем просто-напросто. Вот. Еще один момент, который... Что там было? Первое Коринфянам, 15 глава, это 24 и 28 стихи. Да. Вообще говоря, ну я рекомендую прочитать вот всю 15 главу, там Павел подробно так... Ну это тоже, да. Там подробно расписано. Мечта. Да. Надеюсь, вы починяете. Это наши основные депричи, которые мы хотим разобрать сегодня. Я еще хочу немножко поговорить о нашей группе и о нашей Церкви на развитии. Во-первых, мы должны понимать, что мы собираемся на группы для изучения Библии, и если мы выполняем все те функции, которые в Библии выполняет Церковь, значит мы можем официально называться Церковью. То есть Церковь, это не что-то такое, когда пришел кто-то там, дал тебе табличку там, или еще что-то, построил дом какой-то, неважно. Церковь это та организация, скажем так, да, которая в функции, выполняет функции Церкви. И мы знаем, что Бог, Он поставил верующих в особое положение. Каждого из верующих Он наградил определенными духовными дарами для того, чтобы они могли внести в Церковь какое-то служение. Чтобы они могли как-то участвовать в ее жизни. Мы знаем о том, что, это очень важно понимать, когда человеку дается какой-то духовный дар, он дан не человеку, он дан для Церкви. Понимаете, да? Наш духовный дар, любой, который у кого-то из вас есть, он для Церкви, не для вас лично, не для того, чтобы для себя что-то получить. Да, то есть, если мы будем читать, давайте мы прочитаем кратенько. Первое послание Коринфянам, 12-13 главы, одни из тех, которые больше всего, наверное, говорят в Библии о духовных дарах. Во-первых, что мы оттуда знаем? Какой самый главный духовный дар? Кто как думает? Вера. Вера, ты думаешь... Люда, ты что думаешь? Надеюсь, что любовь из них самая большая. Любовь, правильно. Смотрите, как красиво... Как красиво Павел говорит в конце 12 главы. Во-первых, он говорит, что не у всех одинаковые духовные дары. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, или все ли говорят языками, или все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больше. То есть, мы должны стремиться к тому, чтобы Бог наполнил нас духом больше и дал нам больше даров. И я покажу вам путь еще превосходнейший, чем все вот эти дары. И дальше идет 13 глава. Если я говорю языками английским и так далее, то есть, вот эта вот ода любви, которую Павел расписывает, что такое любовь, это и есть этот превосходнейший путь. И он заканчивает 13 главу словами, да, вот, а теперь прибывают все и три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Написано, что все, кроме любви, оно рано или поздно закончится. И знание там закончится, и все остальное. Любовь же будет вечно, да, потому что Бог и есть эта любовь. Самый главный духовный дар, о котором мы должны, во-первых, молиться и ревновать, мы должны стремиться получить все вот эти вот духовные дары, да. Самое главное, для чего мы здесь собираемся, для того, чтобы научиться любить друг друга. Любить Бога, любить друг друга, чтобы сердце было наполнено любовью. Из этого дара вытекают все остальные, которые служат для того, чтобы мы могли исполнять свои функции в церкви, как в одном едином теле. Точно так же, у нас не должно быть в нашей группе людей, не задействованы ни во что. В теле нет органов, которые не работают. Каждый орган, он для чего-то функционирует. Нет ни одного ненужного. Мы не должны думать, что какой-то там из органов он не нужен. Да, что вот в нашей группе, давайте вот этого человека вот не будет, пожалуйста, тогда вот нам будет всем классно. Мы должны понимать, что, возможно, этот орган нам нужен для того, чтобы где-то нас изменить, или еще для каких-то целей. Бог не сделал так, что в церкви есть кто-то не нужен. Это мы тоже должны понимать, да. Вы читали все, да, 12 главу 1 Калимфиона? Кратенько, да? Давайте я немножечко так напомню. С 4 стиха я прочитаю. Дары различны. То есть у каждого из нас могут быть разные дары. Мы знаем, что у Иисуса Христа были практически все дары. То есть он и пророчествовал, он там и исцелял, он и учил, да, и любил больше, пожалуй, всех. Его любовь проявилась в том, что он даже пошел за грешников на смерть. Дары различны, тем не менее, говорит Павел. Кому-то дано больше, меньше, неважно. Но дух мы должны понимать, что один и тот же. Служение, 5 стих, различны. Господь один и тот же. То есть у нас одно и то же учение, один и тот же царь, Господь. Но служения у нас могут быть различны, различаться. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Очень важно понимать, Бог, производящий все во всех. Духовный дар не принадлежит нам. Это инструмент для того, чтобы Бог через него действовал в церкви. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному и устолкования языков. Бог все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Как Бог определил, так Он и разделяет. Я не верю в то, что происходит в жизни что-то случайное, что-то без какой-либо причины и без какого-то плана. То, что Бог соединяет, например, нас здесь, в этой церкви, это означает, что каждый из нас, Он нужен для всей группы. Он так или иначе может принести какую-то пользу. И я думаю, что мы должны молиться для того, чтобы Бог открыл каждому из нас, что мы можем конкретно сделать для нашей церкви. Мы должны понимать, что, во-первых, наша церковь – это не только вот эта вот наша группа, это церковь, которая во всем мире. То есть все христиане, все те люди, у которых Господь и есть Божье Слово – это наша церковь. То есть что мы можем конкретно сделать для людей? В первую очередь для святых, то есть для церкви. Конечно же и для тех, которые в миру, потому что мы должны проявлять Божьей любовь наружу. Я вас призываю всячески помолиться, подумать о том. У каждого из нас есть какие-то свои нужды. Мы должны не стесняясь их высказывать. Ты сказала про нужды со своим зубом, а я знаю человека, который тоже верующий, который зубы лечит. Кто знает, может, Бог ему сердце откроет, он там сделает что-то. Точно так же, например, если там мне что-то нужно или еще что-то, не должно быть вот этой неправильной идеологии, по которой живет современное американское общество, что каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Этого вообще быть не должно. Мы должны понимать, что мы одно тело. Одно тело Иисуса Христа. Мы органы, мы члены друг для друга. Наши дары, то, что у нас есть, какие-то там способности или какие-то возможности или еще что-то, они нужны для того, чтобы помогать другому. Для того, чтобы кто-то мог наставить, кто-то мог помолиться, кто-то мог поддержать в тяжелой ситуации, сердце разделить, еще что-либо. Какую-то помощь, допрети, гвоздь садись в стенку. Мало ли, что-то понадобится. То есть, первое, высказывать нужды. Второе, я призываю откликаться на нужды. То есть, вот это вот сердце. Очень часто бывает такое, что, например, видишь, что есть нужда, но как-то и своих проблем хватает. Чтобы все-таки была она более такой податливой. И посмотрите, как мы можем растить нашу церковь. Потому что тело Иисуса Христа, оно должно расти. Мы хотим участвовать в этом процессе вскисания. Раз у нас есть закваска, у нас должно быть естественное желание, естественное стремление для того, чтобы церковь росла. Чтобы как можно больше людей получили вот это закваска, вот это слово внутрь. Мы должны говорить людям о нашей вере. Мы должны делиться верой. Мы должны поддерживать тех людей, которые уже получили, но где-то вот они там, кто-то насадил, мы поливать, может быть, должны где-то помочь человеку. Понять что-то, принять что-то, разъяснить где-то. Я не знаю. Мы должны наставлять наших детей. Кстати, вот одно из служений, я не знаю, было бы очень здорово, если бы кто-то сделал у нас детскую группу. То есть, библейский разбор, детский какой-нибудь упрощенный, я не знаю, либо параллельно, либо в другое время, не важно. Но это нужно. На работе мы находимся, в семье мы находимся. Мы должны стараться не забывать о том, что мы все-таки представители Церкви Иисуса Христа в первую очередь. И не важно, что нам сейчас кажется, что да, вот эти вот люди, может быть, они там в своей какой-то идеологии, или что-то живут, весь мир там так же живет. Мы должны понимать, что рано или поздно и все вот это вот, оно будет ничем. А вот Божье Царство, в этот момент мы не получим славу от Бога. Либо похвалу мы получим, либо осуждение. То есть, старайтесь, делитесь о том, чтобы каждый нашел какое-то применение своим дарам. Я уверен, что есть дары у каждого из того, кто рожден от Бога. Давайте думать о дарам.